Действительно были отправлены в адрес Одесского городского совета рекомендации антимонопольного комитета. Они были рассмотрены профильным юридическим департаментом, профильными департаментами и направлен ответ в антимонопольный комитет. После этого состоялась встреча мэра города с представителем регионального отделения антимонопольного комитета, по результатам которой мы договорились обменяться письмами и чтобы город предоставил план дальнейших действий касательно внедрения данного проекта. После этого на сайте антимонопольного комитета появилась не совсем на наш взгляд корректная и не совсем достоверная информация, в рамках которой было указано, что город планирует отменить данный конкурс. Дело в том, что мы выполняем сугубо решение сессии Одесского городского совета о проведении конкурсов. Конкурс был проведен в рамках действующего законодательства. В распоряжении Одесского городского головы создана рабочая группа, которая уже действует несколько лет по внедрению проекта электронного билета. И все замечания и рекомендации антимонопольного комитета будут в ближайшее время, после обработки депутатами, профильными специалистами, юристами, будут рассматриваться на профильной рабочей группе. По результатам решения сессии, которое было принято Одесским городским советом, мы обязаны вынести проект решения на рассмотрение. Но я думаю, что по результатам деятельности рабочей группы будут выработаны для сессии соответствующие рекомендации. Утверждать данный инвестиционный конкурс или не утверждать, проводить новый инвестиционный конкурс, либо проведить новый инвестиционный конкурс по новым правилам и так далее, и так далее. Поэтому мы в взаимодействии с антимонопольным комитетом, с депутатами Одесского городского совета, с сессией городского совета будем принимать совместное решение.